Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я рад возможности вновь встретиться с вами в программе фестиваль Манны на Святой Земле. Многие пишут мне, что их любимые программы – те, что записаны в Израиле. Я нахожусь там, где мы еще никогда не были, над городом Иерихоном. Прямо подо мной Иерихонская дорога. Слышали старую песню? На дороге Иерихона есть место только для двоих. Это правда. Это очень узкая дорога, сохранилась она еще со времен Римской империи. Сегодня мое послание будет связано с очень важной темой. Я назвал его «Код Исхода». Четыре события, которые ждут церковь на основании книги «Исход». Наше основное местописание – первое послание Коринфянам 10-11. Но прежде вспомним, что пишет Павел в первом послании Коринфянам, 10 главе с первого стиха. «Отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. Облако символизирует крещение Духом Святым, сошедшим с небес. Море символизирует крещение в воде. Заключение завета, которое вы совершаете после того, как приняли Господа». Затем Павел пишет, что народ ел манну и пил воду из скалы. Это скала Христос. Иисус действительно сказал, что Он хлеб, сошедший с небес. Также Он говорил, что Он – живая вода. Мы знаем, о чем говорит здесь Павел. Затем мы читаем о грехах еврейского народа в пустыне. Это невероятно важно. Тут сказано, все это происходило с ними, как образы, описанным в наставлении нам, достигшим последних веков. В пустыне люди поклонялись идолам, блудодействовали и искушали Христа. После чего три тысячи из них погибли. Павел пишет, что все это должно послужиться для нас примером и уроком. В Ветхом Завете есть образы того, что будет происходить в будущем. Один из таких образов, по моему мнению, это история исхода из Египта. История о том, как еврейский народ вышел из египетского плена, и о том, как кровь Агнца защитила их от ангела смерти. Они помазывали кровью косяки и перекладины дверей своих домов в Египте, и тем самым спасли от смерти своих первенцев. Также это история о выходе из Египта, образе мира под управлением фараона, образе сатаны, после чего народ направился в землю обетованную. Люди попали туда не сразу. Их переход занял определенное время. Что происходило до выхода? Наш выход — это возвращение нашего Господа. Наш выход — это слово, которое использую и я, и большинство богословов. Восхищение. До того, как произойдет восхищение церкви, до Великого перемещения произойдет несколько событий. Они параллельны истории исхода, поэтому я и хочу вам о них рассказать. Помните, что суть исхода — выход из Египта, символа мира, в землю обетованную. Это образ выхода церкви из мира, находящегося во власти сатаны, в землю обетованную, где она наследует все Божьи обещания и будет жить в победе. Первое, о чем я хочу сказать, — о законе разделения. Читая Новые Заветы Причи Иисуса, вы видите, что в последнее время будет происходить разделение. В Евангелиях говорится о том, что в последнее время наступит время жатвы. Это не время жатвы пшеницы, ичменя или фруктов, речь идет о жатве душ. Бог использует жатву пшеницы и ичменя как метафору. В послании Иакова сказано о жатве плодов. Должен сказать, что это лишь аналогия, чтобы провести параллель со временем возвращения Иисуса. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 13 главу. Здесь сказано об отделении пшеницы от плевел, об отделении овец от козлов, об отделении плохой рыбы от хорошей, и сказано об отделении пяти мудрых дев от пяти глупых дев. Мы видим в притчах Иисуса один и тот же духовный принцип — «наступает время отделения». Время отделения в притчах относится ко времени перед возвращением Господа за своим народом. Помните об этом. Как соотнести это с историей Исхода? Читая историю Исхода, мы видим, что Бог несколько раз отделял свой народ от египтян во времена казни. Сейчас мы прочитаем несколько стихов. «И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсих-мух, чтобы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Заметили слово «разделение»? Теперь Исход, 9 глава, с 4 по 6 стих. «И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов израилевых не умрёт ничего. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов израилевых не умерло ничего». Здесь снова произошло разделение. Исход, 9 глава, 25 стих. «И побил град по всей земле египетской и всё, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал, только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». Я прочту и 4 отрывок. Что их объединяет? Эти стихи рассказывают о том, как Бог отделял свой народ, чтобы его не постигло наказание, предназначенное для египтян. Божий народ не понёс на себя наказаний, которые постигли египтян благодаря разделению. Бог очень ясно говорит об этом. Ну а теперь читаем 10 главу с 22 стиха. «Моисей простёр руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Сейчас я скажу вам очень важную мысль. Будьте предельно внимательны. Библия говорит, что в обычное время Бог посылает дождь и на праведных, и на неправедных. Но во время суда Бог всегда производит разделение. Я приведу вам три примера. В 9 главе Иезекииля на Иерусалим надвигался Божий суд. Бог послал ангела в льняной одежде с прибором песца, чтобы пометить лбы праведных, отделив тем самым праведных от неправедных во время суда над Иерусалимом. В 7 главе книги Откровения мы читаем, что Бог запечатлит своей печатью преданных Ему людей, чтобы защитить их во время испытаний и скорби, которые постигнут землю. Здесь продолжается тема разделения во время суда. Оно будет происходить и во время Апокалипсиса. Затем в Откровении 17 главе 14 стихе мы читаем, что настоящие ученики Христа названы избранными и верными. Это означает, что верные и избранные часть Его Царства, Царства Христа. А те, кто не избран и не верен, не будут частью Царства. Вновь идет разделение. Я говорю вам об этом, потому что несколько лет назад, изучая тему исхода из Египта, я осознал, что Павел сравнивает путь еврейского народа в пустыне с церковью. По этой причине я упомянул в начале программы о 10 главе 1 послания Коринфянам. Павел сравнивает церковь с еврейским народом, находящимся в пустыне. Мы знаем, что его сложно было назвать церковью. Это был один народ, царство священников. Но этот народ был прообразом церкви, которая появится в будущем, прообразом тела Христова, тех, кто будет назван именем Господа, чьи имена записаны в книге жизни. И вот о чем я хочу вам сказать. Это очень важно. В Египте с еврейским народом произошло 4 события. Эти же 4 события повторятся перед восхищением церкви на небеса Господа. Помните, что сначала произошло разделение. А затем совершился исход. Разделение было неизбежно. Господь сказал, что пшеницы и плевелы будут расти вместе до последнего времени. Овцы и козлы будут пастись на одном поле до конца времен. Но придет время, когда истинный народ Божий будет отделен от тех, кто не следует за Господом по-настоящему. Те, кто отделен и приведен Господу, назван остатком. Эти люди называются Божиим остатком. В истории всегда был остаток. Сейчас нет времени вновь об этом говорить, просто запомните это. Итак, что же должно произойти? Первым событием будет свежее откровение, которое тело Христова получит на земле. Это откровение о силе крови Иисуса Христа. Центральной темой книги «Исход» было не только то, что Бог вывел свой народ. Центральной темой «Исхода» было то, что кровь ягненка защитила их от ангела смерти. Когда они съели ягненка, они получили исцеление. Скоро мы поговорим и об этом. Итак, первое, что нам нужно обрести прежде, чем произойдет великое перемещение церкви на небеса, это откровение о силе крови Христа. Сегодня во многих церквях перестали проповедовать о крови Иисуса. Люди чаще склонны объединяться в группы самопомощи, где они помогают друг другу возрастать и улучшать свою жизнь. Это хорошо, это полезно для христианского роста. Тем не менее, нам нужно проповедовать о силе крови Христа. Один из моих друзей, чье имя я упоминать не буду, поехал проповедовать в церковь на Среднем Западе. Зал был полон. Пастор церкви сказал моему другу, «Брат, сначала хочу кое-что тебе сказать. Не проповедуй о грехах, поскольку у нас всегда позитивные проповеди. Не проповедуй о крови Иисуса». Люди этой концепции не понимают и относятся к ней отрицательным. Этот пастор дал много напутствий не проповедовать о грехе, о крови Христа и никого не обижать. После этого приглашенный пастор ответил, «В таком случае я ухожу». Пастор церкви спросил, «Уходите? Вы не можете уйти? Люди сидят и ждут вас? Нет, я ухожу, мне больше не о чем проповедовать. Если я не могу говорить о крови Иисуса, я не могу говорить и о свободе от греха и полном освобождении. Вы не оставили мне тем для проповедей». Сказав это, он направился к двери. Пастор церкви спросил, «А что я скажу людям?» Пастор гость ответил, «То же самое, что вы сказали мне, что вы ограничили меня и не дали мне возможности проповедовать полное Евангелие и полную истину Слова Божьего». Мужчины и женщины Божьи. Помните, что в 6 главе Откровения сказано, «Мы победили сатану кровью Агнца и словом своего свидетельства». Очень важно, чтобы мы никогда не забывали о силе крови Господа Иисуса Христа. Откройте Библию, вы спасаетесь кровью Иисуса, оправдываетесь Его кровью, освящаетесь Его кровью и получаете исцеление благодаря Его крови. Еврейский народ смог обрести свободу от гнета фараона, образа сатаны, и выйти из Египта, образы системы мира, только благодаря силе крови Агнца. Нам нужно свежее Откровение. «Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса! Вновь, что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса!» Эта кровь ягнят защитила еврейский народ от смерти. Второе, что они сделали, взяли по ягненку, приготовили его и полностью его съели. Съели без остатка, это важно. Если вспомнить систему жертвоприношений, записанную в Торе, в которой Бог утвердил порядок принесения в жертву животных в скине и храме, вы увидите, что там написано. «Эти части жертвенного животного ешьте, а эти и эти не ешьте. Перед исходом ягнят съедали целиком». Это интересно, потому что Библия говорит и вывел израильцян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Это 104-й псалом. Бог организовал массовую кампанию по исцелению, чтобы его народ стал сильным и здоровым. Они готовились совершить путешествие через пустыню. Сейчас здесь, в Иерихоне, очень тепло, 27 градусов. Но в пустыне Египта могли быть все 40, а порой и 55 градусов жары. Людям нужно было быть здоровыми и сильными. Как? Они съели ягненка, пасхального ягненка. И когда они сделали это, Бог даровал им полное исцеление. И среди них не было ни одного болящего. Если вы смотрели старый фильм «Десять заповедей», там показано, что людей вывозили в колясках и на повозках. Нет-нет, все было не так. Бабушки, которым за 90 были исцелены, дедушки тоже, Бог дал им силу. Я верю, что нам, телу Христову, нужно откровение об исцелении сейчас и сегодня. Я благодарен Богу за врачей и ученых, они во многом помогают людям. Перед врачами стоит задача лечить людей, чтобы те жили дальше и увидели своих детей, внуков. Но вот что я хочу вам сказать. Я уверен, что в теле Христовом слишком многие люди страдают от немощи и болезней, и некоторые из них уходят намного раньше положенного им срока, потому что либо не способны молиться с верой, либо у них нет необходимого откровения об исцеляющей силе Господа. Что-то где-то не стыкуется. Я уверен, есть воля Божия на их исцеление, есть воля Божия на чудеса и знамения, воля Божия на освобождение, чтобы многие мужчины и женщины могли сказать, да, Бог реален, Он коснулся Меня и исцелил Мое тело. Исайя 53 глава. Ранами Его мы исцелились. Первое послание Петра. Ранами Его мы исцелились. В обоих случаях об этом сказано в прошедшем времени. Иисус пришел. Писание говорит, что Он понес на Себе наше наказание, взял на Себя наши немощи и ранами Его мы исцелились. Вы исцеляетесь не потому, что есть такое обетование. Вы спасаетесь не потому, что есть такое обещание. Вам нужно попросить и поверить с исцелением также. Если в Библии о чем-то сказано, это не означает, что это произойдет автоматом. Сначала нужно молиться и искать Господа. Но я верю, что Бог силен исцелиться. Теперь скажу о третьем откровении. Что произойдет и как Бог повторит события книги Исход в церкви последнего времени. Это будет передача богатства. 104 Псалом 37 стих «И вывел евреев с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». В законе Божьем, второзаконии, сказано, что богатство было частью Божьего завета. Бог сказал Израилю, «Я, Господь, Бог твой, который дал тебе силу приобретать богатство». В притчах говорится «богатство грешника сберегается для праведного». Я не верю, что это означает мгновенное перечисление средств с чьего-то банковского счета на ваш. Посмотрим на значение слова «богатство» на иврите. Оно означает все те ресурсы, инструменты и средства, которые необходимы вам для того, чтобы разрешить какую-то конкретную проблему. Сегодня широко распространено послание о процветании. Одни им злоупотребляют, другие преподносят его так, что люди считают богатством дом, машину или большое количество денег, но речь о богатстве веры. Богатство веры и молитвенная жизнь помогут вам получать от Бога ответы на ваши просьбы. Ничего больше не нужно, только мера веры. Есть нечто большее, чем дом и машина. Это здоровые дети, это смышленые дети, дети, которые хорошо учатся. У Бога есть способность помочь вашим детям получить образование, обеспечить вас продовольствием, покрыть финансовые нужды и дать вам хорошую работу, чтобы ваша семья ни в чем не нуждалась. Но помните, я совершенно уверен, что Бог тот, кто благословляет свой народ, даже в Новом Завете сказано «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Много лет назад один из лидеров динаминации, с которой я тогда был связан, встал, прочел этот стих и сказал, это было написано для одного конкретного человека. Я подумал, разве нет воли Божией на то, чтобы все остальные тоже были исцелены и процветали, как процветает их душа? Неужели это обращено только к одному человеку? Тогда все послания, написанные Павлом, тоже можно считать обращением только к одному человеку. Разве стих «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу, тоже обращен к одному человеку?» Нет, все эти стихи Нового Завета рассказывают нам о воле Бога. Воля Божья в том, чтобы вы были благословлены и чтобы все ваши нужды были покрыты. Я уверен, что даже с избытком нам нужно откровение о крови Агонса, откровение о Завете исцеления и его проявлении и третье передача богатства. Бог вывел народ с золотом и серебром не для личного пользования, не для личного процветания, но чтобы у них было все необходимое для постройки скинии в пустыне. Четвертый пункт в книге Бытие Иосиф сказал еврейскому народу так «Однажды к вам придет Бог, когда он сделает это, вынесите мои кости из этого места в землю обетованную». Возможно, вы помните, когда на Египет обрушились казни, которые Бог насылал на правителя страны фараона, то одна из последних фраз, которую сказал Моисей фараону в книге Исход «Не останется ни копыта». Очень интересно. После этого Моисей вышел с еврейским народом из египетского плена. В книге Исход сказано, что кости Иосифа положили в золотой гроб, вынесли из Египта и похоронили его в Сихеме, там, где много лет назад братья продали его в рабство. Бог сказал этим людям «Я верну вас туда, где враг готов был вас уничтожить. Я верну вас туда, чтобы вы знали, я восстанавливаю и освобождаю». Это и есть четвертый пункт. Много лет назад я проповедовал на тему «Ваши кости вернутся домой». Что я имел в виду? Я имел в виду, что у кого-то из вас есть дети и члены семьи, которые не знают Господа. Ваши сыновья и дочери далеко от Него. Они носители вашего ДНК. Они носят ваше имя. Они часть вашей семьи. Бог говорит вам «Я верну их». Эти кости вернутся домой. Знаете, Бог приведет ваших сыновей и дочерей. Мы получаем истории о детях, за которых молились годами. Они неожиданно звонят матери или отцу и говорят «Мой коллега с работы пригласил меня в церковь» или «Я пошел на собрание пробуждения и Бог спас с меня». Верите ли вы, что эти четыре события произойдут при нас? Согласитесь ли, что мы увидим восстановление, которое увидел израильский народ перед тем, как покинул Египет, после чего он вышел и направился в землю обетованную? Бог повторит эти благословения в наше время для нашего поколения. Разве это не радует? Я на прекрасной израильской земле. Здесь 27 градусов. Я вижу перед собой Иерихон. Спасибо, что были со мною. Как всегда, у меня есть материалы, о которых я хочу вам рассказать. Они помогут продолжать транслировать фестиваль Манны и благословят вас. Наше специальное предложение очень важное. Сейчас книга Откровения или Апокалипсисом интересуется столько людей, как никогда ранее. Люди говорят, а есть ли это в книге Откровения? Есть ли там вирусы, землетрясения, саранча? Является ли все это частью последнего времени, о котором говорили проповедники? И ответ на это – да. У меня в руках сборник из семи DVD. Не просто дисков, а DVD, на которых находятся таблицы, карты, писания и подробности. Это исследование книги Откровения от первой главы и до Аминь 22 главы. Вот название некоторых DVD. Код Апокалипсиса и Небесный Храм, Небесный Тронный Зал, Священство и Начало Скорби, Два Свидетеля, Бэма, Дракон и Царство Зверя, вот еще один Исламский Антихрист, Лже-Пророк и Империя Зверя. Еще один DVD называется Загадочная Метка Три Шестерки. Загадочная Женщина и Тайна Вавилон. Вот чудесный диск, Тысячелетний Код, Тысячелет Правления Христа Царя. Еще один диск называется Когда Сатана будет связан, а Небеса спустятся на Землю. Мне понадобилось несколько лет, чтобы подготовить все это, исследовать греческие слова, исторические моменты и учения первых отцов. Вы получаете учение библейской школы на DVD. Я хочу, чтобы вы получили код апокалипсиса по особой цене. Не забывайте, что это 7 DVD и 15 часов учения. Он доступен вам по цене в 75 долларов. Вы получите набор в чудесной коробке. Кроме того, вы получите дополнительный DVD. В итоге у вас будет 8 DVD. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить по номеру, который видите на экране, или написать мне на почтовый адрес, который также на экране. У этого предложения есть номер, и вы должны написать его, чтобы мы знали, что именно вы заказываете. Опять же, мы высылаем этот набор за пожертвование в размере 75 долларов или больше. Мы используем эти деньги только на служение. Вы многое узнаете. Будьте готовы. Здравствуйте, меня зовут Аманда Стоун. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрели этот выпуск фестиваля Манны. Надеюсь, что это послание благословило и ободрило вас, а также укрепило вхождение с Господом. Я хочу напомнить вам о предложении, которое вы только что видели. Мы предлагаем вам курс по книге Откровения. Это масштабный курс по этой книге. Это чудесный ресурс для того, чтобы лучше понять Слово Божье вхождении с ним. Вы можете заказать его как и поможет вам лучше понять Слово Божье. Я также хочу сказать вам, что Папа поедет в Израиль в ноябре. Это удивительное путешествие. Я ездила с ним несколько раз. Нет ничего лучше того, чем находиться вместе, где происходили все те истории, о которых мы читаем в Библии. Я ходила там, где ходил Иисус, и видела то, о чем слышала всю это изменит ваше отношение с Господом и то, как вы читаете Библию. Прежде чем закончить, я хочу поделиться с вами местом Писания. Мы слышали его много раз, но оно не теряет свои силы. Это слова Иисуса, сказанные ученикам в Евангелии от Иоанна в 13 главе, 35 стих. Он говорит, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг тому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Я хочу, чтобы сегодня все мы вспомнили о том, что эта заповедь была дана не только для учеников тогда. Эта заповедь актуальна для Церкви и тела Христова сегодня. Иисус сказал, что величайшая заповедь звучит так, «Люби Господа Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого Его ученики». Наш мир нуждается в любви и свете. Я молюсь о том, чтобы мы, Церковь, тело Христова, любили так, чтобы тьма и мир не затмевали нашу любовь, и она осветила в этом мире. Вот почему я хочу ободрить вас и сказать вам, где бы вы ни были, и что бы вы ни делали, в магазине, в дороге, в ресторан, любите тех, кто окружает вас. Делайте им добро, чтобы они знали, что мы последователи Иисуса. Я верю, что наше проявление любви либо побудет людей больше познавать Господа, либо отвернет их от Него. Я видела, как многие люди отворачивались от Бога из-за того, что христиане не представляли сердце Отца. Я призываю вас любить по-настоящему, как их любит Иисус, быть руками и ногами Иисуса в нашем мире, надеюсь, что сегодняшнее учение ободрило вас. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас и вашу семью. Знайте, Господь с вами, Он за вас, Он борется за вас. Спасибо, что были с нами. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы больше узнать, а также зарегистрироваться заранее. Продолжение следует...